Доброе утро, дорогие друзья. Все, доброе утро. Начинаем урок Торы. Всем доброе, добрейшее утро. Сегодня Юд Алиф, Юд Алиф Беннисан, 11 Ниссана, 12 апреля. И сегодня день рождения Рэба, Любавьевского Рэба. Поздравляем всех, на кого он оказывал влияние. И включая меня, вот видите, это доллар Рэба стоит у меня. Доллар Рэба, это он раздавал доллары. Все, с днем рождения. Сегодня как раз, значит, 11 Ниссана, книга о Йом-Йом. Здесь в ней как раз он писал, очевидно, Рэба составлял эту книгу. И так как у него был сегодня день рождения, то на 11 Ниссана он как раз и написал про день рождения. Что он написал про день рождения? Давайте узнаем. В день рождения человек должен на какое-то время уединиться. И вспомнив свои поступки, совершенные на протяжении последнего года, задуматься над ними. А также нужно раскаяться, если ты делал что-то не то, что надо было делать, или не делал то, что не надо было делать, или не делал то, что надо было делать. И исправить все то, что требует покаяния и исправления. Вот это то, что он советовал делать в день рождения. И это отличный совет. Потому что у человека есть личный цикл. Он пришел в этот мир в какой-то день. И дальше в этот день начинается у него новый цикл, новый год. И изменение его внутреннего цикла. И вот, значит, мы сидит человек и думает, что же я делал, да? Что же я делал в этот год? Подумал, подумал, подумал. Потом он думает, а как бы я хотел прожить следующий год? Подумал, подумал, подумал. И это называется, брат, на себя охлатот-товод. Хорошие решения. Вот принято в Хабаде, например, они сегодня берут на себя в день рождения Рэбе. Их подарок, который они как бы связывают их с ним, это подарок, значит, это подарок такой. То есть взять на себя какую-то охлату, какое-то решение, усилиться в заповедях, усилиться в Торе. То есть это такое у них обычае в Хабаде. Теперь, и тут я вспомнил одну историю, как пришел один человек к Рэбе, к Любавическому. И говорит, Рэбе говорит, я вот часто беру на себя хорошие решения. Я думаю, это частая история у нас с вами бывает. Я по себе знаю. Вот иногда просыпаешься утром и думаешь, все, вот я буду настолько по-другому действовать. Буду, там, даже простое решение хорошее. Буду делать зарядку, буду молиться вовремя, буду учиться больше, учить Тору. Берешь на себя какие-то решения такие, да? Потом, значит, день продержался, два продержался, три продержался. И потом как-то это решение куда-то ушло. Забываешь. Так, пришел этот человек к Рэбе. Вот теперь, послушайте, вот чем было удобство и величие, да? Вот когда есть такие люди, к которым можно прийти. Рэбе – это учитель такой, учитель, который лидер, такой учитель, который тебе помогает. Пришел этот человек к Рэбе и говорит, я беру на себя хорошее решение и потом их не выполняю. Знаете, что Рэбе сказал? Он ему говорит, смотри, говорит, в следующий раз, когда будешь брать на себя хорошее решение, запиши его, запиши его на бумажечке, на листике. И каждый вечер, когда ты перед чтением вечернего шма, в кровати есть такое шма, когда ты уже лежишь в кровати и читаешь молитву. Шма Истраэль, Ашем Илакена, Ашем Ихат – это перед сном ее надо читать. И вот ты, говорит, перед тем, как ты будешь читать эту молитву, прочитай эту свою бумажечку несколько раз. Вот мое хорошее решение, я решил делать так, я решил делать так. Все. И утром, когда ты утром просыпаешься, еще даже перед Шма Истраэль, перед Шахаритом, возьми тоже эту же бумажечку и прочитай ее. Читай это каждый день, вечером и утром, вечером и утром. И он говорит, если ты месяц будешь ее читать, то ты заметишь огромные улучшения. И это действительно так, смотрите, как это работает. То есть ты берешь и напоминаешь себе о своем вот этом хорошем решении. И когда ты о нем помнишь, оно у тебя в голове усиливается, усиливается, усиливается. И потом в течение дня ты его делаешь. Очень это понятно. Очень, будь здорово. Очень это понятно. И очень хороший совет дал Рэбе этому человеку. И мы можем его использовать. Этот совет для себя. Если у вас есть какое-то хорошее решение, то вы можете как раз записать и его использовать. Теперь дальше. Дальше мы изучаем книгу «Обретение неба на земле». Обретение неба на земле. Значит, тут очень, очень я вам хочу сказать, вот есть три разных подхода к служению Всевышнему. Три разных подхода у людей верующих, религиозных к служению. Одни говорят, что подход такой, что они вот настолько чувствуют Всевышнего, настолько понимают важность души, важность связи со Всевышним, важность духовной своей жизни, что они просто уходят в небо. То есть они, для них это очевидно, для них это понятно, что духовное развитие Тора, заповеди, это самое главное. И они просто, как Эвель в свое время, да, когда возникла идея у двух сыновей Адама Решона, первого человека, принести жертву Богу, то Эвель взял лучшее, что у него было, и он принес Всевышнему. Есть такие люди, они садятся, учатся в Яшивах, они, даже те, кто учатся в Яшивах, бывают праздному, учатся. Есть такие, которые вот просто, они настолько находятся все время в духовной реальности. Они так только в этом мире, как бы, присутствуют, но это такое легкое присутствие. Это первый способ служения Всевышнему, когда ты на 100% привязан к... Это главное в твоей жизни. Есть вторая категория людей, которые понимают важность служения Всевышнему, и они понимают, что духовное, оно определяющее, и что у них впереди вечность, и они, допустим, 50% времени служат Всевышнему, и 50% времени их внимание направлено на разные аспекты этого мира, на какие-то, в основном они там, ну, работа, семья, такие они устойчивые, хорошие, такие люди, золотая середина, да, можно их назвать. Есть третья категория людей, которые, которые, они служат Всевышнему для того, чтобы у них в этом мире было лучше. То есть они понимают, что духовное, оно влияет на материальное, и они настолько погружены в материальное, то есть материальное – это центр их жизни, то есть они просто... Это для них главное развлечение, удовольствие этого мира, какие-то детали этого мира. Они такие прям привязаны к этому миру, как был Каин. Эвелих Каин, Каин, он был привязан к этому миру очень сильно, он строил города, такие, знаете, вот прям погруженные в детали этого мира люди. И они служат Всевышнему, чтобы им в этом мире больше везло. То есть это для них тоже, это третий путь служения. Нельзя сказать, что он плохой, то есть они уделяют, можно сказать, Всевышнему Маасер, десятый участ своего времени, а 90% времени погружены в этот мир. Вот такая вот есть градация. 90% Всевышнему, 10% этому миру, чтобы просто выживать. 50 на 50, понимая при этом важность, что духовное – это важнее, и они работают все-таки ради духовного, не ради материального. То есть у них хотя бы 50% на материальное, но духовное, они понимают, что их духовное ради духовного. И третье, у них 90% направлено внимание на материальный мир, и 10% на духовный мир, у них духовное ради материального. Да? Но все эти три типа все равно служат Всевышнему. Каин тоже служил Всевышнему, хотя, конечно, меньше, чем Эвель. И, значит, теперь обретение неба на земле, обретение неба на земле – это такой вот хасидский и хаббатский способ служения, да, который все-таки ты… Что делают хасиды и хаббат, да? Они приносят духовное в материальное. Они говорят, а Всевышний-то сам, он хочет здесь находиться. То есть они находятся в материальном, но они стараются на 100% притянуть духовное в материальное. То есть очень интересный такой, ну, особенный путь служения. Теперь, значит, вот эта книга «Обретение неба на земле» – она об этом. И сегодня в ней говорится нам такой совет. «Мир вовсе нелогичен и неразумен», – начинает эта книга. «Борис с ним его же оружием, делая что-то доброе, делая это без особых причин». Такая вот идея. Значит, мир нелогичный, мы видим в нем очень много зла. Очень много зла, очень много каких-то… Вот действительно, я шел и думал, вот как такое может быть, что, ну вот, хорошие, добрые, религиозные люди, дети там страдают, их убивают, воины, какие-то вообще бессмысленные страдания, которые действительно очень жалко, очень жалко людей. То есть прям реально, ну как это? Нету в этом логике. То есть этот мир – это определенное место, которое работает по законам этого мира, в котором человеку дана огромная свобода выбора этот мир менять. Всевышний духовный мир, он полностью структурирован, прекрасен, прозрачен, все понятно. Этот мир материальный называется мир лжи. Алма-де-Шикра – это мир лжи. И значит, он действительно нелогичен. Так говорит нам книга «Обретение неба на земле». Действуй в этом мире, будь причиной добра. То есть если ты будешь все время идти по следствию, все время реагировать на мир, то мир в основном, он будет давать тебе вот эти вот моменты зла, на которые тебе придется реагировать злом или страданием и так далее. То есть человек, который живет в этом мире реактивно, то он, конечно, его очень много вещей обижает, очень много расстраивает, очень много каких-то у него постоянно обязанностей, каких-то там, ну вообще, очень… Особенно если ты впустил в свою голову интернет, то ты полностью, вот я смотрю по улице, иду, люди стали придатками телефонов. То есть они, у них нет жизни. Идешь, когда без телефона, и ты идешь и смотришь на людей, которые сидят вот так вот они в этом телефоне, вот так вот пальцем, они как задипнотизированы, все. Они привязаны к этой маленькой коробочке, и они рабы этой коробочки, да, такой вот прям сидят пальцем вот так вот, делают просто, не видят вообще, что вокруг происходит. Погруженный в пластик. Теперь, значит, говорит нам обретение неба на земле книга, делай добро без особых причин, будь инициатором добра, то есть будь человеком, который не реактивный, а который проактивный. Бах, тут сделал добро, там сделал добро, тут на цветочек посмотрел. Да не потому, что тебя цветочек, кто-то тебе его тянул в ленту, а ты сам выбираешь в этом мире, что делать. Это такой проактивный способ жизни. И тут дальше нам объясняет эта книга, как тьма выходит из нас наружу. Сначала она соглашается со всем добрым, что мы делаем. Когда нам приходит в голову задуматься, она говорит, да, поразмышляй, именно так ты превратишься в великого мудреца. Когда мы собираемся совершить добрый поступок, она нашептывает, эта тьма внутренняя, отлично, это очень выгодно, тебе потом отплатят тем же, за добро тебя отплатят тем же. Логично. Я сегодня даже написал с утра такой пост в телеграме, в телеграм-канале, что какой способ борьбы с внутренней тьмой. Значит, способ борьбы, заметить добро Всевышнего. То есть, если ты даже реактивный, то выбери, на что реагировать. То есть, у тебя есть огромный выбор, на что реагировать. Вот человек, которому плохо, он все время погружен в реакцию на плохое. То есть, ему плохо, он думает, блин, и голова болит, и там холодно, и работы нет, денег нет. И он все время перечисляет плохие штуки, на которые, какая у него реакция? Естественная реакция, на плохое у тебя реакция, негатив, и он как бы себя загоняет все в больше негатив. Это плохо, это плохо, а еще что плохо? И вот это плохо, и вот это плохо, и вот это плохо, а еще. И он подряд крутит и крутит, крутит и крутит, как зацикленную пластинку, и на каждую фокусировку на плохом, он реагирует порцией негативных эмоций. Теперь, какой способ выбиться из этого круга? Найти что-то хорошее. Найти что-то хорошее, за что ты благодарен Всевышнему. Прям искать, вот за что я благодарен. Так, холодно? Холодно. Ну, рубашка-то есть, есть. Спасибо, Всевышний, что у меня рубашечка есть, да, отлично. Что еще у меня есть хорошего? Хорошо, хорошо, значит, голова болит? Болит. А ноги? А ноги не болят. Все, спасибо тебе Всевышний. И нога правая болит, хорошо, но левая-то не болит, спасибо тебе за ногу. То есть, когда ты находишь это хорошее, доброе, то тогда ты, реакция у тебя на хорошее, доброе, позитивное эмоция, и ты пробуждаешь, то есть, ты фокус внимания, им же легко шевелить. Это ты просто, внимание должен направить на хорошее, оп, и на это позитивно отреагировать. И ты внутри, как будто бы у себя разжигаешь вот эту вот искру, искру, как вот у тебя есть угли такие, да, сгоревшие, и там есть, и там есть, в этих, есть угольки, которые еще не погасли. И ты на них начинаешь, благодарность, это как кислород, и ты раздуваешь эти угли, и они начинают гореть. Но дальше-то что? Ну хорошо, тебе стало лучше. А дальше что? И дальше я дал простой совет, найди людей, которым ты можешь сделать добро. И когда ты делаешь добро людям, то это становится как дрова, которые улучшают твою жизнь. То есть, ты ему сделал добро, ты тому сделал добро, тому сказал доброе слово, тому сказал доброе слово, тому помог. И у тебя в жизнь начинает приходить добро. Но тут нам эта книга что говорит? Так оно работает. Оно так работает, проверено тысячекратно. Человек, которому плохо, который один, который без денег, у него плохого здоровья, нет у него там семьи, это значит, что он не делает добро людям. То есть, человек, который делает добро людям, который заботится о людях, делает добро людям, который хочет сделать им приятное, но не может он остаться один. Нереально это, чтобы ему никто не помог. Мир так работает, что это мир причинно-следственных связей. Теперь дальше. Но нам говорится здесь о более высоком уровне. Более высокий уровень, когда человек делает добро уже. Тут говорится о людях, которые делают добро. И тут на этом этапе он, казалось бы, уже все. Он свою жизнь улучшил. Он молодец, красавчик. И тут ему начинают внутри его злое начало, ему начинают по-другому мешать. Ну классно, делай добро, это очень выгодно. Тебе потом отплатят тем же. Оп, и это уже становится на той ступени, когда он уже делает добро. Это шаг вниз. Это он уже упал с этой ступени. То есть, когда ты не делаешь добро, делай добро хоть как-то. И первый признак, первый, самый большой причина делать добро, что оно к тебе вернется. И это причина. И делать добро это правильно. И человек, который не делал добро, он начал делать добро по причине, логичной причине, что все возвращается. и ты делая добро людям, ты получишь добро обратно, это отличное поведение для людей, которые не делали добро. Но потом, когда ты уже делаешь добро, если ты продолжаешь его делать, потому что оно к тебе вернется, значит это уже шаг вниз. Почему? Потому что ты уже делаешь добро, значит ты должен подняться выше. Следующий шаг, это ты делаешь добро ради Всевышнего, не ради себя, просто ты делаешь добро, потому что это правильно. В общем, чтобы избежать этого на втором шаге падения, пишет нам эта книга «Небо на земле, как обрести? Делать добро без причин». То есть быть просто инициатором добра, не без причин, не ждать ответа, просто идти рассыпать это добро. Опять же, это тяжело делать, потому что ты знаешь, что оно к тебе вернется. То есть это очень тяжело делать, не надеясь на награду, потому что мир так работает, что большинство нормальных людей ответят тебе добром. Но вот тут вот как раз начинается внутренняя работа, но это уже для людей, которые на высоких уровнях духовности, как там потом с этим ецарара, злым началом внутри разбираться. Большинству хотя бы начать бы делать добро. Вот это вот, я так думаю, что это более распространенная проблема, научиться заботиться о других людям, чем проблема у тех, кто уже заботится, перестать ожидать награду. Теперь дальше, значит, сегодня в отрывке из главы Ахареймот рассказывается о Йом-Кипуре. Йом-Кипур это день в году, специальный день в году, называется день искупления, шаббат шабатов. Этот день Всевышний приготовил специально для искупления грехов. Значит, в этот день была особенная служба в храме, когда первосвященник, он 10 раз менял одежды. Одного козла он делал жертвой для Всевышнего, жертвой искупления. Второго козла отсылали к Азазелю. И здесь его сбрасывали со скалы. Здесь рассказываются нюансы вот этого служения. Нюансы этого служения, но здесь я рассказываю всегда именно то, что меня лично зацепило. Но я вам советую обязательно читать после урока, скачивать, вот тут внизу, видите, ссылочка. Внизу вы должны видеть ссылочку. Телеграм.ми.воикро.3106. Там, та книга, по которой я рассказываю, значит, вот здесь, видите, можно потом скачать и все прочитать. Именно текст Торы и комментарий устной Торы. Надо обязательно прочитать, потому что я рассказываю кусочки. А читать надо лучше все. То есть учить Тору это учить именно первоисточники. Что меня здесь очень зацепило? Значит, идея всей этой службы, что тот, кто делал какое-то действие, которое очищало, да, вот первосвященник приносил жертву. Или там человек, который отсылал этого козла к Азазелю. Он после того, как делал очень высокое действие, ему потом нужно было идти окунаться в микву. И до вечера он был нечист, а потом только он приходил в состояние ритуальной чистоты. Почему так работает, что когда ты переходишь на следующий уровень духовности или помогаешь другому перейти на какой-то уровень духовности, у тебя в этот момент происходит проявление какой-то духовной нечистоты. Мне кажется, что так как мир этот очень структурированный, то на каждом переходе на следующий духовный уровень у тебя становятся заметны все твои, все твои прегрешения. То есть это как выйти на свет. Вот человек, я сижу, думаю, у меня чистая рубашечка, да. Потом, если я выйду сейчас на свет прожектора, и он на ней его будет светить, то окажется, что она может быть в пятнах. Я просто их не замечал. И когда человек духовно, духовно растет, то у него на каждом уровне проявляются какие-то пятна. И они требуют дополнительного очищения. Если перевести такую метафору из физического мира, человек, который начинает тренироваться, и он выходит на какой-то уровень физической формы, да, более высокий, и он на этом более высоком уровне начинает двигаться, у него открываются какие-то травмы. Потому что не вся система успевает быстро подняться. Вот то же самое в духовном уровне. Поэтому есть в Торе такой закон, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. То есть нужно идти очень плавно в духовном росте и знать, что на каждый духовный рост есть обязательно потом должно быть какое-то очищение. И многие люди, они начинают соблюдать заповеди и говорят, а почему мне там не везет сразу, почему у меня то, почему это. Именно потому, что должен пройти вот этот период очищения. Как ты воду, включаешь воду, да, если давно не пользовались какой-то трубой или краном, и ты включаешь воду, потекла вода. Вначале эта вода, она смывает всю ржавчину. И это то, что происходит человеком, который начинает соблюдать, например, шаббат, начинает соблюдать заповеди, у него может вначале вот эта духовная энергия, она из него вымывает всю его ржавчину внутреннюю, а потом у него начинается вот такой вот полностью свет. Да, я помню, когда мы приехали в Израиль, первые там два года было очень тяжело, прям реально, я болел очень сильно, у меня прям головные боли такие были, все. И, значит, у нас был очень тяжелый период, первых где-то два, может быть, три года был очень тяжелый период, а потом, слава Богу, пошло все лучше, лучше, лучше и лучше. Поэтому, если вы соблюдаете заповеди, знаете, всегда есть награда за заповеди и в этом мире, но главная награда в мире грядущем, за добро есть обязательно награда и в этом мире, и в мире грядущем, но иногда, иногда, знаете, как человек, который все время кого-то ругал вокруг, да, вот он все время был такой стептик и критик и циник, и он потом вдруг подходит человеку к другому и говорит, ты знаешь, ты прекрасно выглядишь, а тот ему не верит, он ему говорит, ты что-то, ты какую-то мне гадость приготовил, да, то есть первое время его, его добрые слова будут все равно воспринимать по привычке, как, как критику, но если он искренне внутри изменился, то через какое-то время ему поверят. Все, всем удачи и успехов, полного выздоровления всем, кто нуждается в выздоровлении, полного благополучия тем, кто нуждается в благополучии и добра, то есть прямо, чтобы вы внутри разожгли вот этот вот огонь добра, замечая благодаря Всевышнего все хорошее, что есть у нас в жизни, и потом этот огонь добра, свет добра лучше, не огонь, свет добра, передали людям вокруг себя через добрые дела и дальше этот огонь добра, свет добра, да, огонь, свет, чтобы он распространялся тепло на жизнь вашу и ваших близких. Все, и чтобы закончилась война, обязательно закончилась война, потому что война это коллективное зло, от которого страдает множество людей, и чтобы эта война и коллективное зло закончилось, и чтобы зло злодеев на них же и пришло, такое бывает, да, когда зло, злодей бросает гранату, оно у него в руке может взорваться, пожалуйста. Значит, вот примерно так бы, чтобы и происходило, чтобы все, кто злодеи, чтобы их зло на них повернулось, или второй вариант, чтобы они исправились, да, то есть есть всегда у злодея вариант не бросить эту гранату, а взять вместо гранаты и поучить Тору вместе с нами, вот это было бы отличное занятие для всех людей. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.